Знаменитой советской и российской актрисе Людмиле Хитяевой исполнился 91 год. Она сыграла множество замечательных ролей. Картины с её участием уже давно стали сокровищницей советского кинематографа, а сама она получила звание народной артистки РСФСР. Людмила Ивановна родилась в небольшом селе Подгорьким, Нижний Новгород. Её родители никакого отношения к искусству не имели. Отец был инженером, мама – врачом. Семья была дружная и весёлая. Люду растили в атмосфере любви. О карьере актрисы девушка не мечтала. Хотела стать врачом, как мама. В театральное училище она пошла за компанию с приятельницей. Прочитала монолог Катерины из «Грозы» и поступила. На третьем курсе Людмила вышла замуж за однокурсника Александра Белокринкина. У пары родился сын Паша. После получения диплома Хитяева и её супруг стали актёрами Горьковского драматического театра. В кино актриса дебютировала через 9 лет. Она исполнила главную роль в картине Екатерина Воронина, а сразу после оказалась на съёмочной площадке «Тихого дона». Позже Людмила снялась ещё в одном фильме Сергея Герасимова «Поднятая целина». На роль её утвердил лично Михаил Шолохов. Карьера актрисы стремительно шла в гору, а личная жизнь рушилась. Людмила Ивановна никогда не говорит о причинах развода с Александром, но всегда отзывается о нём с большой теплотой и уважением. Называет его главной любовью своей жизни. Со своим вторым супругом, знаменитым хирургом Борисом Якобсоном, Хитяева познакомилась случайно, на улице. Он предложил её подвезти. Вскоре пара официально оформила отношения. Людмила перебралась в Москву, где устроилась в киностудию имени Горького. Она сыграла в картинах «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Стрепуха», «Цыган», «Финист Ясный сокол» и других. А в личной жизни актрисы снова наступили непростые времена. До Людмилы стали доходить слухи о том, что супруг ей неверен. А однажды, вернувшись домой пораньше, она застала его с другой женщиной. Последовал развод. Борис пытался вернуть Людмилу, но она была непреклонна. Через два года у Людмилы завязались отношения с каскадёром Валерием Леонтьевым. Ради Хитяевой он оставил жену. В любви и согласии пара прожила около 20 лет. Людмила была старше Валерия, не могла подарить ему детей. Поэтому сама настояла на том, чтобы Леонтьев нашёл другую женщину и создал полноценную семью. Более того, она даже нашла для него достойную кандидатуру. В итоге Валерий женился на этой женщине. Пара воспитывает двоих детей, а Людмила стала для них другом семьи. Сама она недолго оставалась одна. В её жизни появился мужчина по имени Андрей, который был на 30 лет её младше. Эти отношения продлились 8 лет. В новом тысячелетии Людмила Хитяева снималась немного. Среди картин с её участием можно выделить «Покаянная любовь», «Хлеб той зимы», «Сыщики районного масштаба». Значимых ролей актрисе почти не предлагали. А в откровенной халтуре она сниматься отказывалась. При этом, отмечает Людмила Ивановна, она никогда не переживала из-за отсутствия ролей. Единственный сын Хитяевой окончил институт восточных языков. Уже много лет Андрей живёт в Таиланде. Он дважды был женат. В первом браке у него родилась дочь. Во втором сын. Людмила Ивановна души не чает во внуках. Редактор субтитров А.Семкин